Лёш, знаю, ты думаешь, что лучше бы ты взял пистолет с собой, но поверь, не лучше. Я рада, что ты этого не сделал. Мы сильно рисковали, он бы пригодился. Да, рисковали, но мне кажется, что лучше без оружия. Ах, ещё лучше было бы без тебя, но блять, этот ебанат тебя любит. ДЕБЕЛ! ДЕБЕЛ! Погнали! Диктуй! Пять сек. Тут я вдруг почувствовал, что в голове у меня больше никого нет. Теперь я остался один. Мда. Или он пытается вселиться в этого клона Влада, Белого. Достали вы меня, русая, давай лезь в колбу. А то я ему мозги вышибу. Славя пошла в сторону колбы, я лихорадочно соображал. Я уже собирался наобум ускориться сам, как вдруг. Всё вокруг застыло. Мы просто не могли двигаться. Я так и понял, что это не просто так. Ой-вэй. Подул лёгкие ветероки, в дверях появилась Виола. План Влада попытался дёрнуться, но было видно, что его как будто сдерживает невидимое поле. Надо-то за нос, я надеюсь. Я смотрю, у нас тут много всего нарушающего. Нет-нет, пионеры. Такие запреты нарушать не есть, гуд. Файл. Хорошо, что ты понимаешь, пионер. Делаем раз. Она щёлкнула пальцами. Белый клон Влада растворился в воздухе. Делаем два. Она снова щёлкнула пальцами, и обе колбы сзади нас треснули. Можете выдохнуть, пионеры. Оцепенение ушло. Мы снова смогли двигаться. И тут у меня в голове появился Алекс. Вовремя я, да? Ладно, гнездо зла разрушено. Дальше, я думаю, сами разберётесь. Она подошла ко мне. Я ошиблась про твоего Сашу. Наверное, ему можно доверять. Она нежно погладила меня по щеке, отчего я отскочил в сторону. Не нервничай, пионер. Не укушу. Если только нежно. После чего Виола подмигнула. Легонько повернулась на каблуках, и на следующем шаге растворилась в воздухе. Ох, чего только не бывает. Ага, волшебный день. Пойдём? Я оглянулся на колбу. Да, наверное, Виола знает, что делает, и теперь они непригодны. Впрочем, я хотел бы это всё оставить в прошлом. Я взял Славю за руку, и мы вышли, наконец, из здания. Быстро дошли до лодки и поплыли обратно. Пока мы плыли в лагере, Слава... Слава, блядь. Оговорочка. Славя сидела молча и о чём-то думала. Интересно, что с ним стало? Как думаешь, куда его отправила Виола? Надеюсь, сюда он больше не попадёт. Я снова помог. Я... Я таки не понял, что ты сделал. Ну как же, я понял, что волю клона Влада я подавить не смогу. Подумал, кто сможет примчаться и помочь. Мастер не знаю где. Твои агенты тоже далеко. Может, даже меры разные. Оставалась Виола. Как ты её нашёл? Я вселился в Виолу тут в лагере. И тупо вышел в Междумирье. То есть, проявил себя? Я рисковал. Ждал секунд десять. Потом почувствовал, что меня чуть не выкинуло с тела. Еле удержался. Да, вселилась эта... Да, вселилась эта клёвая тётка с комиссией. Я ей прям образом кинул, как и что. Остальное ты видел. Спасибо тебе. Кстати, каково тебе было в теле Виолы? Я еле ходить мог. Прелести нахождения в женском теле не успел распробовать. Уж извини. Реально. Спасибо. Лёш! Тут я заметил, что лёдка уперлась в деревянные помосты, а я машинально продолжаю грести. Соряныч задумался. Говорил с Сашей? Я кивнул. Это он нам помог, да? Ещё раз кивнул. Славя обняла меня. Передай ему это от меня. Оу, давай, передавай. Интересно как? Да ладно, лучше её обними, чем меня. Я крепко обнял Славю. Мы стояли так какое-то время. Тут я почувствовал, что кто-то появился рядом. Опять? Нет. Не враждебный настрой. Наклейку взяли? Ух! Ты не пугай-то ты меня так, а, Хелен? И? Да, всё хорошо. Твои там тоже справились. Виолы было аж три в лагере. Впервые вижу такое. Мы рассыпались со Славей. Я успел заметить, что Лена уходит вдаль с катаной за спиной. Лен, стой, ты выберешься. Она остановилась, но не повернулась. Не беспокойся, я сильнее, чем кажется. Неожиданно она потянула руку вверх и исчезла. Эх, только ты что-то выучишь, как и другие умеют это делать. Ко мне подскочила Славя. Это Лена была? Она исчезла? Это та Лена, которая живая. С катаной наперевес. Не к добру это. Славя меня повернула к себе. Лёш, знаю, ты думаешь, что лучше бы ты взял пистолет с собой. Но поверь, не лучше. Я рада, что ты этого не сделал. Мы сильно рисковали. Он бы пригодился. Да, рисковали. Но мне кажется, что лучше без оружия. Ах, ещё лучше было бы без тебя, но, блядь, этот ебанат тебя любит. Дебил! Хорошо, Славя. Опять мордой в сиськи. Не, а ну, в принципе... Чё-то... Говорить. Сиськи-то у неё норм. Я б тоже в её сиськи уперся. Носом. И не только носом. Ах, ладно. Она гладила меня, а я чувствовал себя котёнком, который просто покушал той кашке, что ему дали. И за это его теперь гладят. Но мне было всё равно. Я благодарна тебе, Лёш, что ты послушал меня. Ты же мой суженый. Ряженый. Славя хихикнула. Я поцеловал её в шею. Она меня легонько отстранила. Лёш, не при всех. Ну ты же у меня не сосёшь, ну ей-богу-то. Я повернулся и заметил, что к нам идут Леся с Владом. Хм, выглядит нормально. Я не заметил особой помятости одежды, грязи на ней или каких-то ещё признаков борьбы. Но выглядели оба уставшими. Я подскочил к Олеся. Она смотрела на меня уставшими глазами. Без лишних слов я обнял её. А ему нравится обниматься-то. Ты... это... я... Ты цела. Я так рад. А то, что я цел, ты не рад? Мы с Лисей отстранились друг от друга. Я впервые видел, что Влад так шутит. По-простому, что ли? Ой, да чё с тобой будет? Как ты видел, Юля, вернее, тёмной в ней, меня в лоскуте почти. Так уже в лоскуте. Нам Юля и помогла. Не знала, что она так может Семёнов раскидывать. Вы лучше расскажите, как там чёрный клон. Мой клон? Я готовился к худшему, но Юля не дала ему ускориться. И я его прострелил. Стрелял не в голову, потому что он рассеялся. Не знаю, потерял он память или нет. А у вас как? Я вынул наклейку из кармана и показал Владу. Он сделал то же самое. Мы кивнули друг к другу. Может, кому длинные рассказы были нужны, нам достаточно было результата. Зазвучал сигнал на обед. Это означало, что мы пропустили концерт. Ой, мы всё пропустили. Ну, я же тебе говорил, не надо со мной ходить. Лёш, это вообще не обсуждалось и не обсуждается. Правильно, ты с ним пожёстче, чтобы не разбалтывался. Обе улыбнулись мне. Суки! Мальчики и девочки, не обед, потом дорога. Мы точно выберемся? Должны. Правильный настрой. Мы подошли к столовой. Мы пошли к столовой. Там у входа стояла Ольга и общалась с несколькими пионерами. Среди них я увидел и Семёна. Невраждебный, я думаю. Славя подбежала к Ольге, они отошли в сторону и о чём-то заговорили. Влад салезий пошли внутрь, а я остался у входа ждать, пропуская пионеров мимо себя. Очередь кончилась. Я заметил, что Ольга не отчитывала Славю, а говорила с ней вполне нормально. Но я не мог услышать о чём. Потом вдруг Ольга обняла Славю, что было удивительно. Потом отпустила. Славя ей кивнула и пошла ко мне. Мы оба заметили, что к Ольге подходит Виола. Но Славя уже тянула меня за руку. Идём? Я послушно пошёл за ней. Мы привычно уже взяли подносы и сели за отдельный столик. И снова я тебя тяну за собой. Мне это нравится больше всего. А ты и так от меня никуда не денешься. Наоборот. Хочу с тобой. Жизнь. Чего? Резко заболела голова. Аккуратнее с языком, молодой человек. Цензор, чё я опять не так сказал? Фраза резонанса, впрочем, сложно прояснить. Я с тобой тоже, Лёш. Мы уже близки к этому. Ольга уговаривала тебя остаться. Она просила меня стать постоянной помощницей вожатой. А ты? Я сказала, что подумаю, мы же ещё не решили. А мы сможем решать? Надеюсь. Доедали мы молча. В центр зала вышла Ольга. Дорогие мои ребята. Да, вы совсем уже мне как родные дети. Зал сталовой загудел. Всем полюбилась Ольга. И мне было приятно слышать. Славя мне шепнула. Ага. Ты тоже как ребёнок. Я покрестнел. Жаль на наша замечательная смена подошла к концу. Вы все просто замечательные ребята. В этот раз вообще не было никого плохого. Все только хорошие и добрые. Я бы так не сказал. Да ладно. Она опять заведёт речь, мол, давайте по голубинной почте. Брюзга. Давайте обменяемся адресами и будем пока общаться так. Вне лагеря. Всем, кто захочет, дам свой адрес тут, в райцентре. Жаль, что наша смена закончилась и мне тоже надо отдохнуть. И вам надо учиться. Сталовая гудела, мол, нафиг учёбу. Лучше было в лагере. После обеда у вас будет немного времени, чтобы прибраться в домиках, собрать вещи. И автобус уже будет вас заждать. Она была готова... Она готова была расплакаться, но взяла себя в руки. Я всех вас очень люблю. Надеюсь, что мы увидимся с вами через год. Ольга повернулась и пошла за столик, где сидела Виола. Виола подошла к ней и обняла её. Да, я понимал Ольгу, мне самому было грустно. Хотя с Ольгой мы почти не общались. Славя уже доедала и сидела с задумчивым видом, глядя на Ольгу с Виолой. Я решил утешить Славю, стараясь доедать между фразами. Славь, будешь скучать? Буду, Лёш, буду. Нравится мне помогать вожатой тут. Она повернулась ко мне. Но я понимаю, что в других местах помощь людям нужна намного больше. Опять она за своё! Ты сам её выбрал. Она такая. Тупая. Славь. Вот, скажи. Допустим, будет ситуация, когда ты спасти можешь, кого-то убив кого-то другого. И не бешеного зверя, а человека. Лицо Слави изменилось. Похоже, изменился и тон. Я знаю про что ты. Она строго посмотрела на меня. Ой-ой-ой, да чё я не так-то сказал? Пиздец. Она несущая. Чё? Звезда несущая справедливость. Чё? Ты обкурился? Несущая справедливость была резкой, как пуля. Она убивала, не глядя. Это она в прошлом. Она не была же в законе четырёх. Лёш, закон четырёх – жёсткая учебка. Её проходили все агенты. Да откуда ты знаешь? Я был в теле Виолы, и когда меня вытолкнули, успел зацепить кусочек знаний. Виолы? Откуда та Виола с комиссией знает о нас? Виола с комиссией – это Вики. Чё? Бля, я нихуя не понимаю. Хе. Какая ещё в пизду Вики. Я был ошарашен. Сказать, что я охуел, ничего не сказать. Та Вики – спутниковая программа, что наводила нас на задание по наушнику. Да, но, как я понял, в виде Виолы она развивалась по волне, по вполне, во, блядь, во вполне задумающую личность. Намного более совершенную. Я ничего не понимаю. Вики, закон четырёх, и лагеря Виола, как это связано? Я сам толком не знаю. Но про Виолу у меня есть мелкий намёк в памяти. Могу показать. Ну-ка. Алик скинул мне в разум картинку. Там стоял какой-то компьютер. Сверху было что-то вроде головы в шлеме. Искусственной. На шлеме была надпись «Virtual Intelligence Official Lady Administrator». Виола! Это искусственная программа! Чё за шлем? Чё за робот? Какая программа? Откуда это? Я ничего не помню. Этот кусочек мне открылся. Краешек. Но мне кажется, что это не программа, а именно «Леди Администратор». «Какие написано на шлеме?» Не понимаю. Я тоже. Лёш, что с тобой? Тут я только заметил, что ложкой уже дает дают дел... Блядь, что ложкой уже делают дырку в столе и почти успешно. «Славя, скажи мне честно, это ты была несущая справедливость?» Славя закрыла глаза, задумавшись. «Может быть и я, но я не помню». «Ты очень добрая и душевная, но не надо становиться такой». «Лёш, я такая, какая я есть, даже если раньше была другая». «И я люблю тебя такой. Ты ангел». «Ой, прям скажешь, что же». Мы отнесли подносы и сердечно поблагодарили поваров. После чего вышли из столовой. Оглянувшись вокруг, я заметил, что что-то не так. «Ты чего так оглядываешься, Лёш?» «Чего-то не хватает». «Волга, где я?» И правда, впервые было такое местное недвижимое вроде бы имущество. «Волга возле столовой, машина, которая превратилась просто в кусок пейзажа». «Её не было на месте!» «Ладно, Лёш, нам же не до этого». «Отъезд?» «Да, пойдём собираться». «Нет уж, я тебя тяну, сам напросился». Она игриво схватила меня за руку и потащила за собой. «Да так потащила, шо ж, мне приходится на этом заканчивать выпуск, а то шо ж делать-то?» «Ладненько, в общем-то, на этом на сегодня всё. Всем спасибо за просмотр и всем пока!» «Вернись ко мне, моя мечта, из уголков пустой вселенной. Верни мне жизнь и согревай, освободи меня из плена».